Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. В этом выпуске мы расскажем, как избежать несчастных случаев в купальный сезон. По данным МЧС России по Ульяновской области, в 2022 году в регионе утонуло 27 человек, трое из которых дети. Погибшие утонули в местах, запрещенных для купания. Трагический случай произошел в этом году в Димитровграде. Во время купания в реке Большой Челемшан утонул 17-летний подросток. Около 7 часов вечера 28 мая он со своим 14-летним знакомым купался в реке, но выплатить не смог. Обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями. Происшествие произошло в том участке берега реки, где купаться запрещено. Так называемые дикие пляжи прежде всего опасны тем, что зачистку дна на этих водоемах никто не отвечает. А значит, там может быть что угодно, включая различного рода мусор. По предположениям сотрудников МЧС, это могло стать причиной гибели юноши в Димитровграде. В месте, опять подчеркиваю, запрещенном для купания двигался по отмели, соскользнул, упал и утонул. Аналогичный случай произошел в начале июле в Цельнинском районе Ульяновской области. Обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет. По происшествию работает прокуратура. В прокуратуре Цельнинского района Ульяновской области по факту гибели 10-го людей 2023 года и несовершеннолетнего мальчика в пруду на окраине села Мокрая Бугурна проводится проверка деятельности органов опеки и попечительства, а также проверка соблюдения органами местного управления требований законодательства об охране жизни и здоровья людей на водных объектах. По предварительным данным, двое детей плавали вместе, не предназначенным для купания. Один из них не смог выплатить. В МЧС нам рассказали, где в Ульяновской области находятся безопасные пляжи, а какие места лучше обходить стороной. Поданы декларации на четыре пляжа официально. Это центральный пляж Ульяновска, затем пляж в Бешкаемском районе, затем пляж Сингелейский район и пляж Береза-Роща. И пляж у аквапарка Александровский парк. Чем должен быть оборудован пляж и кто там должен работать, чтобы это было официально разрешено место для купания? Это проверка водолазами дна пляжа. Посмотреть, безопасно ли дно, ямы, коряги, мусор. Там встречаются вплоть до мусорных железных контейнеров на дне. Затем установка буев, то есть ограничение места купания. На пляже перво-наперво должно быть аттестованные спасатели, то есть подготовленные аттестованные спасатели, а не просто набранные откуда-то с улицы люди. Это первое. Тем пункт оказания первой помощи. Затем плац средства. Далее спасательные средства, как то конец Александрова, круги, средства связи. Это вот такой перечень минимальных требований, чтобы пляж был готов к приему людей. После этого подается декларация в Государственную инспекцию по номерным судам, которую мы проверяем и допускаем, либо не допускаем. Пробы воды, пробы грунта песка, то есть все это проверяется. И только после этого пляж готов. Также Сергей Заболотный нам рассказал, где в Ульяновской области купание запрещено. Ульяновская область, она вообще очень, как сказать, многоводна. То есть у нас очень много рек, помимо двух основных, свияга, волга, да, у нас и большой черемшан, и еще множество рек, озер. Озер. И в Ульяновске только мест, где нельзя купаться, нельзя купаться в Ульяновской области, более 250. Чаще всего ульяновцы купаются на диких пляжах. На свияге у моста Номинаева в парках 40 лет в ЛКСМ и Прибрежном, в Красном Яре на берегу Волги. Нет отбоя среди отдыхающих и у борьбы в железнодорожном районе. Купание здесь запрещено, однако этот факт, как и несчастные случаи, происходившие здесь ранее, не смущают ульяновцев. Тут опасно купаться. Но мы купаемся, он не отплывает далеко, потому что опасно, сколько людей здесь все равно погибало, по слухам слышали. Мне здесь просто нравится. А знак не смущает, купание запрещено? А честно, я его даже не заметила. Все равно тут купаться. Ничего не боитесь? Нет, я плавать умею, нечего бояться. Здесь песочек, хорошая водичка, удобное место. Есть где в тенечке спрятаться от жаркого солнышка. Может, сюда много лет приходим. А не обращать внимание на знак купания запрещено? Мы его видим, но не обращаем внимания. Других нет у нас. А не обращать внимание на знак купаться запрещено? Они на всех пляжах стоят, на цинайке. Ну, конечно, почище пляж был бы, нет раздевалок, нет вот. А так все устраивает. Может быть, потому что здесь купание запрещено? А, нет, здесь там запрещено, здесь нет. Вот здесь рядышком, райончик, все это поблизости, все это шикарно. Ну, здесь же стоит табличка купания запрещена. Где? Нету. Выбросили вон в озеро ее. На центральном пляже, там, сидеть, цветет как бы Волга, а здесь хорошо, удобно. А знак не смущает купания запрещена? Смущает. Ну, тем не менее, у нас же везде все, что запрещается, все все равно исполняется. Не пугает ульяновцев и административная ответственность за купание в неположенном месте, введенное в 2022 году. От 500 до 1000 рублей для физических лиц при повторном нарушении от 3 до 5 тысяч рублей. К сожалению, от несчастных случаев в воде никто не застрахован, поэтому, если вы видите, что человек тонет, обязательно попытайтесь его спасти. В первую очередь вызовите спасателей или скорую помощь. Если имеете при себе надувной круг или матрац, обязательно бросьте их утопающему. Если вы приняли решение спасти человека самостоятельно, снимите верхнюю одежду, потому что она будет вам мешать. Подплывайте к утопающему только сзади. Плывите брасом ногами, развернув и прижав человека к себе, подхватив его за подмышки или подбородок. Оказывая утопающему первую помощь. Выведите лишнюю воду из организма, согнув ногу в колени и положив пострадавшего на нее грудной клеткой вниз, в случае, если человек находится не в сознании. Очистите ротовую полость пострадавшего с помощью пальца, обернутого в чистый платок или салфетку. Затем резко, но не сильно давя на корпус, извлеките жидкость изо рта и органов дыхания. Импульсивное желание искупаться в жару не стоит вашего здоровья, а тем более жизни. Поэтому подходите к месту выбора отдыха с умом. На этом у меня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова